И здравствуйте, и добро пожаловать в очередной эпизод прохождения базовой кампании игры Neverwinter Nights, производства старой доброй БЛВ, которая тогда еще была независимой кампанией. Но мы продвигаемся вперед, поговорив с тем товарищем, здесь отворяется всего лишь одна створка ворот, ну, видимо, старая деревушка, поэтому дела обстоят так, и здесь то ли призраки, то ли не призраки, но два владельца старых брата, у одного поехала крыша, другой тоже, наверное, не очень в здравом уме, и на каком плане существования он находится, это тоже, так сказать, отдельный вопрос. Здесь такие странные домики, да, или точнее, конструкции из деревьев, в корнях деревьев, сделанные из стволов, и даже башня в чем-то повторяет дерево, но давайте мы с кем-нибудь поговорим, может быть, они чего-нибудь скажут нам полезное, гостить в славную деревню. Да, верно, люди новые действительно заходят редко, но давайте мы сначала спросим про ответы, прежде чем будем судить о том, нравятся они или нет. Может быть, вы знаете что-нибудь о чарвуде, мэр и два лорда, те самые джарики. Разных людей здесь, мэр в самом центре деревни в ратуше. Защищают карлат и этот другой, которого любопытная манера Ючи, скажем так, но я не думаю, что они вас защищают, они, скорее всего, вас обрекли на такое существование. Квинт. Понятно. Может быть, он делает что-нибудь такое с детьми, превращая их в кого-нибудь в лучших традициях. Из-за этого, может быть, все началось. Ну, то, что он сумасшедший, я заметил. Хорошо, давайте мы поговорим о комнате еще. Понятно. В дальнем конце деревни, за воротами, за грани всего. Превопытное описание, не правда ли? Ммм, по-прайму я не буду больше спрашивать, но как насчет торговцев? Подозрительные личности. Я думаю, вы гораздо более подозрительны, чем я, но, возможно, у вас другое мнение. Не должны позволять вещам меняться. Тоже хорошее, загадочное высказывание. Новый. Значит, они здесь давно застряли. Нет, я не ошибаюсь, к сожалению. Довел своими историями. Ну, что ж, все потихоньку распутывается. Хотя, с другой стороны только начинается. Давайте... Ну, про культ вряд ли они что-нибудь знают. Они настолько далеко застряли, или давно, точнее, далеко во времени, что Порт Ласточки был маленьким городком. Или даже деревней портовой. Историй о переменах. Да, верно. Вы, ребята, с вами каша не сваришь. Строит. Он построен давно-давно. Историй о том, что не было. Я думаю, больше тут спрашивать особо нечего. Дробить этот несчастный сундук мы не будем, но мы, возможно, посмотрим. Вряд ли это возможно. Мне очень жаль. Вряд ли это возможно. Мне очень жаль. Нужно для того, чтобы место оказалось менее пустым. Здесь просто тоже женщина и мужчина, скорее всего, знают абсолютно то же самое. Давай сегодня заглянем сюда. Да, это уже полноценный домик. Может быть мне что-нибудь скажет внутри здесь. Приветствую. И будут ли вопросы другими? Никогда не уходит, никогда не уходит. Только бесконечный сон. Рассказывание истории не дает ничего, кроме неприятностей. Я думаю, ваши неприятности начались с совсем другой истории. Но это отдельный вопрос. Мэр, ну я думаю, в принципе, разговаривать тут более не с кем. Есть еще два больших здания, если я не ошибаюсь. Давайте мы включим карту. Здесь у нас особых отметок нету, но есть более интересный дом. Может быть здесь есть что-нибудь такое основательное. Таверна. Что значит Эзиди? Ты таверной заведуешь или как? Давайте мы все-таки с ним поговорим. Хм, странный человек. Я думаю, здесь все странные люди, но тем не менее. Каких гнусных машин. Но похоже он действительно не из Чарлона. Ну пока что я не рассказываю о сказке и ничего не забываю, как правило. Успех? Ну конечно успех, но я же не призрак, поэтому ты меня путаешь с местными. Дестер Морф это только начало. А цель культа Ока гораздо выше. И это один из представителей культа, который сюда дошел на свою погибель. Ну что же, это очень интересно. Следуют они за великим аугримом и в сердце Лоскана. Даже он лишь сосуд для сил более древних. Не так быстро, дорогуша. Да, твоя магия недостаточно хороша, дорогой мой. И может быть у нее есть какая-нибудь заметка? Ну там доказательства или еще что? Какое-нибудь любопытное письмецо у перчатки. Перчатки, перчатки хорошо, но они неопределяемые, без дополнительной помощи. Посмотрим, что получится и дневник. У нас тут такой более, видимо, расслабленный наполовину, как минимум эпизод. Да, это всего лишь его заметки здесь. Он их всех убил, а потом все эти призраки вернулись, потому что... Потому что настоящее здесь заморожено. Причем уже довольно давно. Ну-ка, ну-ка. Да, это была плохая идея. Но давайте мы это закроем, это откроем. И посмотрим на эту штучку. Затяжной смерти плюс 2, а у меня... У меня что-то другое. Здесь плюс 2 к атаке и 2 урон в холод. А у меня плюс 3 к атаке и 2 акустический. То есть мое получше будет, а эту штуку мы продадим. Поэтому она отправляется с этой вкладки на эту. А кольца мы снова меняем на что-нибудь более подходящее для битвы. И раз уж все равно здесь бочки открытые, то я думаю, этим призракам несколько монет не понадобится. А вот мне зелье точно понадобится. Правда, пока что я не могу его использовать. Точнее, упорядочить на первую вкладку. Там слишком много всякого барахла. Ну что же, тут у нас только всякие женщины-мужчинки. А давайте я посмотрю сюда. Тот самый, да? Да, действительно. С 1172 года по местному лидоисчислению. Ну, может быть, мэр еще не потерял свой рассудок окончательно. Я мэр Мобли. Чем я могу вам помочь? Итак... На любые вопросы. Отличное утро. Ну, сейчас вообще-то не утро. Хм... Нет, он, видимо, не знает. Это довольно легко определить. А время здесь вообще, в принципе, не течет. Практически. Опасности здесь определенно есть. И они были и будут есть, пока мы с ними не разберемся. Как насчет конец для лордов джариков, которые являются вашей проблемой. Тот самый... Карлатый Квинт. Условная компания. Сначала вылезли в замок в скале, ну а потом всех остальных. Определенные жертвы. И выслушивать их истории. Но мы защищены. Какой-то странный способ защиты. В духе 1984-го. Если кто читал. У ножи вряд ли можно от чего-нибудь защититься. И да, действительно, что-то сделали с детьми. Нет, ребята, я вас не оставлю. И это, в общем, наше же благо. Я мэр Мобли. Как насчет нескольких вопросов. И расскажите мне в двух словах об остальном. Да, они не такие уж честные. Про это я уже слышал. И Квинт. Вот кто изначально виновник, похоже. И последнее, последнее, последнее. Ладно. На этом, я думаю, все. Не на все. К сожалению, нам удалось получить вопросы и ответы. Потому что кое-чего спросить тут пока что нельзя. Но я уверен, что мы это спросим непосредственно у самих братьев. Что они ответят нам, это уже другое дело. Здесь просто декорации. Давайте расхреначим сундук. Посмотрим, насколько здесь вообще полезная вещица. Я все сделаю. Как правило, бывают. Или простой трэш декоративный. Типа несколько монет или там какое-нибудь медное колечко. А, да. Вот я почти не вижу этот мешочек. Да, всего лишь всякая несущественная мелочь. Здесь по углам вроде бы ничего больше не стоит и не висит. И не каркается. Здесь правда бочки. Спирт не употребляю. Это уже получше. И от этого толку немного, но можно будет продать. А этим ребятам, которые скорее всего в данный момент мертвы, только являются духами какими-то действительно призраками. К сожалению, этого хватит. Придется и со стражником сражаться я не уверен. Но давайте посмотрим. Полагаю, что несколько столетий, но возможно я ошибаюсь. Растягивается. Еще бы. И место действительно непростое. Что вы знаете о замке? О братьях. Да. Про квинта я уже слышал. Про детей тоже. И мне совершенно не нравится то, что я слышал о мэрии. Спрашивать бесполезно. Как насчет пропустить меня? И мы отправляемся на перот. Мы говорим иногда по-голорусски. И сундук с загадкой. Давайте прежде чем разгадывать какие-либо загадки, мы сохранимся для начала на заранее заготовленную позицию. Здесь могут быть всякие интересные места. И это место тоже такое вытянутое и интересное. Ключ загадки и сама загадка. Записка, написанная странным почерком. Может быть, квинт я написал. Три дороги правосудия. И... Угу. Прямой должна быть его дорога. Одна рука горит в огне измены. Другую терзает смертельный холод призраков мщения. А истинный путь правосудия определяет голова и сердце. Ибо только разум позволит судье узнать истину. И только сострадание поможет ему подзлать последствия. Хм. То есть мы можем выбрать три варианта. А может быть правый вариант будет лучшим. Деревья вечной ночи. Да, хорошее название. Что и не говори подходящее. Давайте мы переложим квестовые предметы на квестовую вкладку. И посмотрим, чего нам написали. Каждая дверь представляет собой один из трех путей правосудия. Давайте мы еще раз посмотрим. И я немножко подумаю. Ну что ж, я немножко подумал. Если они последовательно описываются слева направо, то мне нужно последнее. Потому что я в принципе не против сострадания, которое возможно может решить наши проблемы. Ну, если я ошибаюсь, значит не так уж много я могу сделать. Ужас. Ага, эти ребята ядовитые. Может быть кислоты, может просто немножко воняют. Но так или иначе давайте мы как-то с ними. И это мне довольно таки хорошо нравится. Давай взимой. И однажды снова, так сказать, нажимаем на кнопочку вот эту. Не всегда мы можем получить нужный результат сразу. Хорошо. Мы даже не стриггерили ту ловушечку. И здесь у нас вокруг сундучишки. Давайте посмотрим, если нужно обезопасить этот переход. Здесь похоже еще одна ловушка. Или это просто цвет такой. Так, и здесь мы находим броню. Как интересно. И снова она, конечно же, неопределяемая просто так. Просто так у нас ничего не получается. Поэтому мы снова посмотрим. Вот примерно. Как мы и посмотрим. Потому что нельзя, к сожалению, в этой игре менять местами так просто предметы. Нужно обязательно иметь один свободный слот. И это немножко раздражает, если честно. Вот так мы сделаем. Теперь мы, я надеюсь, по крайней мере, определим это счастье. Плюс один. Не такой уж большой плюс. И он за ним весит цельных 50 пунктов. Но у меня, к счастью, есть мешок. Хороший мешок. Поэтому туда он и отправится. Теперь у меня веса свободного гораздо побольше. Это мы снова меняем. И я могу пройти вперед. Не такого уж богатого содержания были снудки. Но, по крайней мере, я... Ага. Действительно, это была ловушка. Но, к счастью, большого эффекта она не оказала. Так что я сначала попробую передохнуть. Да. Это место не запрещает отдых, к счастью. А потом мы мы стремимся вперед. И посмотрим в чем тут дело. Ну и минуту времени спустя перед дверью мы пытаемся отдалить очередную тварюку. Полумертвую. Эту комнатку я уже большей частью очистил. Я думаю, что мне уйти. О, и даже сработало так. Это очень хорошо, что полки не блокируют. Он так увлечен погоней за мной, что Линд совершенно не замечает. И должен сказать, что меня это устраивает. Хай. Давайте поближе познакомимся. Какой он не сдох? Посчитаем. Очень трудный. Он был бы очень трудным, если бы он меня своей здоровой железкой пытался убить в ближнем бою. Но поскольку мы тут неплохо побегали вокруг, то это совершенно не релевантно и это хорошо. Аура меня перестала напрягать. И это наш дорогой рычаг от двери. Есть ловушка. Ловушка. Ловушка может быть опасной. Поэтому я сейчас сохранюсь еще раз. Нет. Мелочь. Даже рефлекс. Хочет меня сработал. Смерть. Еще одно письмо. И найдено в Восточной галерее. Будь судей, значит быть кораблем в море сожалений. Хм. Ужас. 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 Тех, кто умер. Посмотрим, что нам придется судить. Ну то есть я подозреваю, что но тем не менее. Вряд ли это возможно. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Хорошо усвоили уроки. Я надеюсь тоже. Выглядит она как может быть воздушный элементарь. Но тем не менее. Надписи давным-давно сделал сам Латандр, бог Зари, в ожидании нашего прибытия. Но с чего мне такая честь? Здесь совершилось преступление давным-давно и последствия были столь ужасные, что сам Латандр почувствовал себя не в силах совершить суд над этими обвиняемыми. Значит бог не смог внести суждение, а такой смертный приключенец как я должен это сделать за него. Очень мило с его стороны перекладывать свою ответственность на смертных. Ну что же. Давайте посмотрим. Преступление смертных и смертным должен быть судья. Ну что же, какая-то логика есть за этим может быть. И поэтому были замок и деревня изъяты. Из времени. Братья Джарик, Карлат и Квинт. Джарик западный и Квинт восточный. Мы должны выяснить у обоих в чем состояло их преступление и получить письменные клятвы. И когда клятва будет в ее руках, то она выслушает приговор. За северной лестницей ключевой башни мудрость и сострадание. Ну что же, это довольно сложно, думаю. Поэтому это дело следующего эпизода. Квинт. Квинт. Квинт Джарик был жрецом Латандера. Не очень хорошим жрецом, надо полагать, раз уж он занялся такими делами с детьми и с принесением жертв. Он позволил Квинту оставить свой образ в деревне внизу. Значит это его призрачная такая проекция, что объясняет исчезновение. Возможно и наказанием. Посмотрим. Хорошо, я вернусь с этими показаниями, но возвращаться я думаю буду позже. Это у нас сундук наверное, куда нам будет решение. Нет? Это просто сундук. Хорошо. Значит мы на него просто посмотрим. И просто заберем просто серкины. Пристри кажется, да? А дверца у нас находится вот здесь. Ее мы открываем и здесь развилка в обе башне. К нашему дорогому Карлату и к Квинту. Мы увидимся с ними в следующем эпизоде. Если вам понравился этот, то вы можете нажать на кнопку нравится. Вы можете также конечно же оставить комментарий, если у вас есть что сказать. Иногда действительно бывает и я вам за это благодарен. И конечно же поделиться видео в соцсетях где-нибудь, что тоже помогает. Ну а мы увидимся через неделю и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok